Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и глупыми, чтобы они могли любить мужчин. Женщины умирают позже мужчин, потому что вечно опаздывают. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение. Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной, а быль — это когда наоборот. Всю жизнь я страшно боюсь глупых, особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень. Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет. Женщины — не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски. Нет толстых женщин, есть маленькая одежда. Встречается такая любовь, что лучше ее сразу заменить расстрелом. Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи. Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Жизнь — это небольшая прогулка перед вечным сном. Люди сами себе устраивают проблемы, никто не заставляет их выбирать скучные профессии. Жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли. Главное — живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить. Многие жалуются на свою внешность, и никто — на мозги. Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе — зло, ты ему — конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет. Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни, цирк должен гастролировать. Все сбудется, стоит только расхотеть. Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа. Здоровье — это когда у вас каждый день болит в другом месте. Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. Воспоминания — это богатство старости. Стареть скучно, но это единственный способ жить долго. Одиночество — это когда в доме есть телефон, а звонит будильник. Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой и перед зеркалом. Вот женишься, тогда поймешь, что такое счастье, но поздно будет. У них были разные вкусы, она любила мужчин, а он — женщин. Чтобы получить признание, надо, даже необходимо, умереть. Почему женщины так много времени и средств уделяют внешнему виду, а не развитию интеллекта? Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем глупых. Восьмое марта — мое личное бедствие. С каждой открыткой в цветах и бантиках вырываю клок волос от горя, что я не родилась мужчиной. Есть же такие дураки, которые завидуют известности. Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердца. У нее много серого вещества в голове, но это не мозг, а просто каша из непереваренных сплетен. Если вдруг вы стали для кого-то плохим, значит много хорошего было сделано для этого человека. Мысли тянутся к началу жизни, значит, жизнь подходит к концу. Успех — единственный непростительный грех по отношению к своему близкому. Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одиноким. Когда у попрыгуни болят ноги, она прыгает сидя. Моё богатство очевидно в том, что мне оно не нужно. Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. Сегодняшняя молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадлежим к ней. Самое страшное — это когда человек уже принадлежит не себе, а своему распаду. Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее — все или семья. Вторая половинка есть только у мозга, у жопы и у таблетки. А я изначально целая. Спутник славы — одиночество. Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем бутерфляй. Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание. Не могу стоять, когда мужчины сидят. Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка. Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке, а потом, а потом начну раскачиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова